Всем привет, с вами Евгений, mobiltelephone.ru. Наверняка вы уже посмотрели первую часть видеообзора Google Pixel XL и вам интересно знать, почему мы все-таки считаем его идеальным Android смартфоном. Что ж, ответ на этот вопрос вы скоро получите. Переходим к камере. Во время анонса Google решила подчеркнуть выдающиеся фотографические возможности Pixel, отсылка к рейтингу DxOMark, где аппарат набрал 89 очков, возглавив таблицу. Это вызвало неоднозначную реакцию среди думающей аудитории, которая помнит, как DxOMark писал хвалебные оды Sony и Xperia. Мы ведь знаем, как паршивый снимает Xperia на самом деле. Не так ли? Тем не менее, Google Pixel и Pixel XL действительно круто фотоют, однако DxOMark пока рано возвращать кредит доверия, ибо облажались в свое время с Xperia по полной. В основном модуле Pixel используется 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX 378 с пикселями по 1,55 микрометра. Светосила составляет 2,0, имеется лазерный и фазовые автофокусы. Интерфейс камеры простой, но с профичами. Среди них предустановки баланса белого, несколько видов сетки, закрепление точки фокуса экспозомера и удобная регулировка экспозиции ползунком. По умолчанию активен режим фото авто HDR+, но вы можете его выключить или активировать усиленный режим HDR+. Правда, при выключении камеры авторежим вернется по дефолту. В сложных условиях освещения при множестве источников советую регулировать экспозицию руками при авто HDR+, либо просто включить усиленный режим HDR+, при котором правка экспозиции практически не требуется, но шумов может стать больше. Снимать вообще без HDR+, и авто HDR+, не советую, так как без них Pixel XL сфотографирует отвратительно, словно китайская бюджетка с плохой детализацией и огромным количеством шумов даже при хорошем освещении. Прям удивительно, как так? Сама по себе технология HDR+, крута, хотя очень и очень редко у нее случаются промахи. Посмотрите на эти цветные артефакты. Справедливости ради отмечу, что это скорее исключение из правил. Просто неудачная для алгоритмов композиция. Еще в некоторых сценариях свет попадает на линзы таким образом, что появляются странные ореолы. Компания в курсе этой проблемы и пообещала выпустить фикс, который программно будет их убирать. Я честно старался использовать свой Pixel XL во всех возможных условиях, пытаясь определить сильные и слабые стороны. В итоге пришел к выводу, что камера смартфона годится для любых сюжетов. И в снежной России, и в покрытом смогом Китая, и в колоритном Гонконге кадры получаются потрясающие. Камера точно фокусируется и быстро снимает. Ночью и дома смаза получить так же сложно, как на iPhone 7 Plus. Богатство красок окружающего мира сохраняется не только на улице при хорошем свете, но и ночью, а также в помещении. Девайс отменно передает насыщенные цвета и редко ошибается в балансе белого. Камера Pixel XL и правда одна из лучших, если не лучшая по совокупности достоинств. Ее преимущество в том, что вы можете просто навести и снять, получив классное фото с минимальными усилиями, не требующие дополнительной обработки. Все именно так, как любят пользователи айфона. Кстати, iPhone 7 Plus, на мой взгляд, фотографирует хуже пикселя. Samsung Galaxy S7 Edge тоже хуже. Как и Xiaomi, Meizu, не говоря уже о Sony. Пользуясь случаем, передаю пламенный привет DxOMark. 8-мегапиксельная фронтальная камера с пикселями по 1-4 микрометра, обладает диафрагмой 2.4. Для селфи-модуля без автофокуса результаты отличные. Видео на основную камеру пишется в максимальном разрешении 4K. Поддерживается замедленная съемка при Full HD 120 FPS, при HD 240 FPS. Электронная стабилизация второго поколения крайне эффективна в условиях достаточного освещения и достойно показывает себя вечером. Однако при плохом свете местами возникает двоение картинки, которое портит все положительные впечатления от цифрового стаба. А шумы... Эти незабываемые шумы неизменно сопровождают видеосъемку пикселя не только ночью на улице, но и дома при комнатном освещении. И это не круто. Звук пишется в моно при невысоком битрейте 96 кбитс в секунду. Тем не менее, аудиодорожка можно назвать качественной. Передать привет, что знаете. Кстати, что я заметил. Когда снимаешь видео на камеру пикселя, то картинка реально отрясется, как будто никакого стабилизатора здесь нет и в помине. Но, когда смотришь это видео после съемки, оно нереально стабильное. Очень круто. В отличии от Apple iPhone, где тоже моно, но микрофоны ориентированы на запись событий перед камерой, а голос оператора в итоге словно из унитаза, три микрофона пиксель оптимизированы на более широкий охват. Хорошо захватывается и голос оператора, и звуки окружения. Любите клубиться или ходить на концерты? Знайте, они не проблема для Google Pixel XL. В целом, с оговорками, видеосъемку можно назвать сильной стороной смартфона. Но надо признать, что над фоточастью программисты потрудились лучше. Знайте, если кто-то хвалит камеру пикселя, он хвалит именно фото, а не видео. Телефоны Google выпускаются с объемами памяти 32 и 128 гигабайт, а продвинутая камера наверняка будет многих мотивировать на активную съемку, и для некоторых пользователей не будет проблемы заполнить даже все 128 гигабайт. Не переживайте из-за отсутствия поддержки microSD. Google бесплатно предлагает владельцам смартфонов Pixel неограниченное облачное хранилище для фото и видео в полном разрешении. Просто включите в Google фото автозагрузку, и все ваши снимки будут автоматически загружаться на сервер. Телефону с длительной программной поддержкой полагается мощная начинка с высоким потенциалом. И для модели Pixel выбран самый свежий процессор Qualcomm 4-ядерный Snapdragon 821. Оперативной памяти 4 гигабайта, чего на фоне 6-гигабайтных решений из Китая может показаться мало. На самом деле, в отличие от китайских прошивок, где компании стараются компенсировать недостаток оптимизации лишними гигабайтами, да-да, я Xiaomi и ее MIUI, Android у Pixel оптимизирован самым эффективным образом. Интерфейс работает плавно, шустро, в памяти держится куча приложений. Результаты в бенчмарках перед вами. Напомню, что Pixel XL имеет разрешение экрана Quad HD, отчего цифры из тестов впечатляют еще сильнее. Троттлинг не является проблемой, он присутствует очень и очень поверхностно, на игры влияет минимально. Нагрев тоже не должен вас беспокоить. Если вы любите убивать время за игрушками, то производительность вас порадует. Советую посмотреть отдельный продолжительный игровой тест, где мы испытали Pixel XL более чем в десятке тайтлов. Со всеми он справился на ура. Я считаю флагман Google достойным игровым смартфоном, и вы, наверное, со мной согласитесь. У него есть потенциал и дальше радовать своих юзеров, благодаря поддержке Vulcan API, которая гарантирует высокое быстродействие в новейших тайтлах. Емкость батареи составляет 3450 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Конкретные цифры я не замерял, но могу заверить, что Pixel XL заряжается действительно быстро. Разряжается аккумулятор, наоборот, медленно. В режиме ожидания, благодаря отсутствию мусора в прошивке, телефон практически не теряет заряд. При воспроизведении видео с максимальной яркости экрана, смартфон продержался более 14 часов, а разряд в игре Asphalt 8 за час при яркости на комфортном уровне составил 18%. То есть играть можно более 5 часов. По личным наблюдениям могу сказать, что Pixel XL превосходит по автономности Galaxy S7 Edge и разряжается почти как iPhone 7 Plus. Зарядка требуется раза в 2 дня. Без особых сложностей получается 5-6 часов экрана. А вот на обычной Pixel я встречал жалобы касательно времени работы. Имейте это в виду. Несколько слов о звуке. Кодек Qualcomm, являющийся составной частью чипа Snapdragon 821, удовлетворит большинство слушателей. С высокоомными наушниками типа Beyerdynamic DT1770 Pro сопрягать телефон, конечно, не стоит. Он их не способен раскачать. Но Pixel достойно показал себя с Denon D600 и Sennheiser Momentum M.2 по проводу. С ними имеется небольшой запас громкости, проработка частот не вызывает нареканий. Правда, недавно я имел неосторожность сравнить Pixel XL с Meizu Pro 6 Plus, и китайский флагман, конечно, дал понять, что выделенные ЦАП и усилок – это всё-таки выделенные ЦАП и усилок. Это true. Но, повторюсь, абсолютному большинству звук Pixel XL понравится. Ничем не хуже Samsung Galaxy S7 Edge или Xiaomi Mi 5S. Выводы. Идеалов, как вы знаете, не бывает, но если закрыть глаза на условности, то звание идеального Android-смартфона я готов отдать Google Pixel XL. Он соответствует ему наиболее полно, предлагая безукоризненный опыт Android Nougat, прекрасную камеру и отличную аппаратную основу. Такое сочетание качеств не может не стоить дорого, и это главная причина, по которой семейство Pixel вряд ли станет популярным у нас в стране. Если вы не стеснены в средствах и рассматриваете сбалансированный девайс на ближайшие пару лет и не iPhone, то он перед вами. Google Pixel XL. Высказывайте мнение о Google Pixel в комментариях. Если вам понравился наш обзор, жмите лайк. Также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних мобильных новинок. С вами был Евгений, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok